С Новым Годом, друзья! Пора варить холодец. Для приготовления хорошего холодца нам потребуется минимум 6-8 часов. Поэтому я хочу предложить вам свалить холодец в скороварке. Для приготовления холодца нам понадобится говяжья голяшка, свиная ножка, кусочек свиного мяса на кости, куриные крылья и индюшинная шея. Во всех этих продуктах много коллагена, что позволит холодцу хорошо застыть. Ну и кроме того, конечно, луковица, морковка, чесночок, приправы, перец душистый, перец горький, черный горошком, лавровый листик, петрушечка. Итак, мясо мы переложили в обыкновенную кастрюлю, залили водой, довели до кипения, прокипятили 5 минут, снимая пену. Потом выключили, слили этот первый бульон, а мясо теперь уже перекладываем в скороварку. Ногу перед закладкой я разрезал вдоль. После мяса укладываем неочищенную луковицу, шелуха придаст цвет бульона, морковочку, лавровый листик и перец горошком. Чесночок будем добавлять после окончания варки в тарелке. Все заливаем в кастрюлю водой и не забываем посолить. Окончательно на соль будем проверять также после окончания варки. Закрываем и закручиваем крышку. Включаем газ. Затем, когда из-под клапанов появится пар и послышится шипение, убавляем газ до минимума и засекаем время 3 часа. Нормальным считается кипение, при котором из-под клапанов выделяется тоненькая струйка пара и слышно слабое шипение. Процесс пошел. Вот вода в скороварке закипела, слышен был сильный шум из-под клапана и пар. Я убавил газ. И теперь вот из-под клапана пробивается тонкая струйка пара и слышно слабое шипение. Вот сейчас нормальное кипение происходит в скороварке. Кстати, при готовке, приготовлении продуктов в скороварке более сохраняются витамины и все питательные вещества. Также более насыщенным получается вкус и запах приготовленных продуктов. Ну и, конечно же, сокращается время приготовления, потому что приготовление происходит под давлением при температуре 110-115 градусов. Вот прошло 3 часа. Скороварку отключаем. И я расскажу вам некоторые нюансы. Вот я выключил сейчас газ. Но в скороварке продолжается процесс приготовления пищи. И будет он продолжаться до тех пор, пока внутреннее давление не сравняется с наружным. То есть пока вы не сбросите давление. Это можно сделать аккуратненько, приподнимая клапан предохранительный. Или же вы можете поставить скороварку под текущую струю воды в мойке. Или же просто набрать воды в мойку и поставить скороварку. Через минутку-две вы услышите шум скороварки. И это будет означать, что давление сравнялось. Не пытайтесь открыть крышку скороварки, не сбросив давление. Давление сбросили. Открываю скороварку. И выкладываю мясо остывать. Потихонечку. Так. Парковочка. Шея. И остальное мясо. Процеживаю бульон через дуршлаг. Разделываю мясо. Отделяю мясо от кости. Вот. Итак, продолжаем. Мясо я уже измельчил. Я люблю его не резать, а разрывать руками. И вот, добавляем на дно по кусочку морковочки. Теперь по веточке петрушечки. Присыпаем измельченным, нарезанным чесночком. Закладываем мяско. Здесь мясо самое разное. И свинина, и говядина, и курочка, и индюк. Всякое разное мясо. Чем больше мяса в вашем холодце, чем более различные виды мяса, тем более вкусный холодец у вас получится. И заливаю уже чуть подостывшим теплым бульоном. Ой, какая красота! А как это будет вкусно! И я надеюсь, красиво, когда все это будет на столе. Самый приятный момент, ну, кроме момента, когда мы начинаем, есть холодец. Заливаем всю посуду, все пиалки, и выносим холодец на холод. Прошу к столу. Приятного аппетита!